315 лет назад на берегу реки Печора образовался поселок Красный Яг. Минувшее воскресенье местные жители отметили его день рождения. Сегодня Красный Яг это 450 жителей, администрация, почта, дом культуры, библиотека, детский сад, школа и два продовольственных магазина. Празднование юбилея развернулось в местном доме культуры. Присутствовали все, от мала до велика. Развлекать гостей приехали творческие коллективы поселка Кожева. Сегодня наш поселок отмечает свой юбилей. Ему исполнилось 315 лет. Большое спасибо творческим коллективам поселка Кожева, которые откликнулись и помогли нам в организации праздника. Сейчас я хочу перечислить коллективы. Вокальный коллектив Северяночка, танцевальный коллектив Импровиз, вокальный коллектив Снежана. И замечательный вокалист Семяшкина Маргарита. Своими песнями она стронула глубоко нашу душу и до слез. Особое внимание в этот день уделили старожилам. Здесь их любят и ценят, ведь именно они помнят, как развивался поселок. Также приятные слова в свой адрес услышали семьи, прожившие вместе почти полвека. И те пары, которые совсем недавно вступили в брак. Новой звездочкой поселка Красный Як был назван новорожденный малыш Максим Муратов. Среди детей провели сразу несколько конкурсов. Все победители получили свои награды. Праздник очень хороший. Спасибо всем за участие. Спасибо, что вам нравится наш поселок. Грамоты мы получили за читателя библиотеки. Хотим пожелать, чтобы он всегда оставался таким же цветущим, чтобы его не забывали, чтобы поселок процветал и побольше бы жителей. В 2011 году Красный Як и Кедровый Шор присоединились к сельскому поселению Озерный. Глава сельского поселения Наталья Купцова надеется, что Красный Як будет развиваться. Она уверена, что местные активисты не дадут поселку угаснуть. Сегодня Красному Ягу 315 лет. Я считаю, что сегодня праздник состоялся. Все пришедшие довольны тем, какой был концерт, какие были поздравления, какие были подарки. И это благодаря, конечно, нашим спонсорам, предпринимателям этот праздник получился. В числе основных спонсоров – Василий Буданов и Николай Хренов. Работники культуры также принимают активное участие в жизни поселка. В этот день Наталья Купцова выразила слова благодарности и вручила почетные грамоты заслуженным работникам поселка Красный Як. В минувшее воскресенье в поселке Красный Як вспомнили о каждом жителе. Местные считают себя одной дружной семьей. Возможно, праздник в Доме культуры был скромным, но безусловно душевным. Не только жители поселка, но и приезжие гости пожелали Красному Ягу всего наилучшего. Коллектив «Снежана» поздравляет жителей Красного Яга с таким великолепным праздником. Желаем семейного благополучия, побольше маленьких детей, и чтобы было много работы людям, не уезжали по вахтам, работали тут и приглашали нас на все праздники. Мы уже не первый раз здесь, нам очень нравится, принимают очень хорошо. Мы рады, что поселок жив, и пусть он живет долго-долго и процветает. А мы еще не раз побываем на юбилее. Вот этого бы очень хотелось пожелать. Здоровья, процветания, благополучия всем!